본 difficult technique, ему не простят, что он чеченец, не простят, что он еврей, не простят, что он культурный человек, не простят, что он способит говорить по-русски, и ему не простят, что от них он умный, поэтому с либералом. Вот такой получается, на исключен. Здесь изложены в шести статьях. Все очень красиво, много умных слов. Я излагаю суть, которую воспринимает она корпоративную аналитику, которая готовит рекомендации для своего корпоративного начальства Корректор Безум만 Но суть дела, есть хорошие ребята, которые сидят в кустах, как раэль, у Ларис Кудрин. Чтобы расчистить им дорогу, клан Суркова должен снести клан Сечен. А потом он может уйти в никуда, потому что, собственно говоря, они не очень прозападные люди, они всего лишь одержимы амбициями политической власти. Что это значит в переводе на русский язык? Первое. Впервые за все пост-дефолтные времена у Запада начинает складываться активная политическая позиция в отношении России. Это не разговор о том, что в России много округлированных милиционеров, много невинных убитых, плохой режим, и также не то, что Путин это новый Гитлер, хотя и сейсмисовать. Это очень внятная постановка задачи относительно России. Это возвращение в 90-е годы. Понятно, почему это происходит. Это происходит двоевластие, противоречия в рамках двоевластия усугубляются, система расшатывается на глазах, начинается предъявление, системное предъявление счетов эпохи Путинана, но мы знаем, как это происходит в сегодня эпохе, завтра эпохе, послезавтра эпохе, а на следующей неделе гражданин такой-то с вещами на руках. Да, мы все это понимаем. Сначала никто фамилии не называет, говоря только об отдельных имеющих мест недостатках. И вот это расхождение двух точек власти, оно нарастает, оно будет нарастать дальше, оно неизбежно, объективно, в силу самой внутренней логики двоевластия. И Запад видит, что это расхождение открывает перед ним огромные возможности. То есть первый нюанс, первая важная вещь, что у Запада вырабатывается, она не вырабатывается, потому что Стратфорд это не госдепартамент, но она вырабатывается, активная, агрессивная политика по отношению к России, которая тесно связана с нашими либеральными фундаментами. Как в начале 90-х нельзя было отделить Чубайса от соответствующих скоростей Соединенных Штатов Америки, а до него Гайдара не уедется, точно так же сейчас, через некоторое время, нельзя будет отделить либеральных фундаменталистов от наших уважаемых законных партнеров. И второе, что очень важно, по-видимому, Сурков предназначен на роль в рамках этих сценариев, которые могут, конечно, не реализоваться. Предназначен на роль, как говорил товарищ Березовский, сакральный жертв. Потому что исключительно интересна аранжировка этого спектакла. Посмотрите, главная движущая сила, которая призвана замочить силовиков, это товарищ Сурков, и при этом он не имеет никакой ценности и вообще одержим политической власти. Но это готовая голова Ганганца. Может даже не говорить. Понятно, что он будет изображен как главный противник силовиков, если потом с ним, не дай бог, что-нибудь случится, это будет повешено силовиков, а нет, этого уже нет. Я очень спокойно, очень ровно дышу и в Суркову, и в силовикам. В некоторых вопросах силовики даже симпатичнее выглядят, чем товарищ Сурков. Но нельзя отрицать фактов, что единственный человек, который способен урегулировать отношения федерального руководства партии «Единая Россия» с региональными отделениями этой же партии и их вместе с администрацией президента, является Сурков. Если он вдруг в той или иной форме уйдет на пенсию, «Единая Россия» превратится в неуправляемый конгломерат, который быстро хаотизируется, и на этом политическая стабильность России будет закончена без всяких несогласностей. Таким образом, мы видим, что доклад Стратфора позиционирует две вещи, фиксирует две вещи. Первое. Запад переходит, не перешел, только еще переходит. Но этот переход неизбежен. Он будет идти дальше, он завершится. От пассивной критики России, активного вмешательства в наши дела, я не могу сказать, что наши внутренние дела, это невежливо, потому что, если бы наше государство занималось своими внутренними делами, мы не имели бы никаких проблем вообще. Так что это не претензия Запада, это претензия к нашим, раздолбаемым, к нашим Никки Маусам. И второе, что в силу специфики восприятия мира, я думаю, что через полгодика товарищу Суркову было бы неплохо носить бронежилетику. Есть хорошие современные модели, даже российского производства, которые незаметно под костюмом, потому что называется, от греха лучше застраховаться. Потому что одно дело, когда вас не любят какие-нибудь конкретные люди, а другое дело, когда вы становитесь желаемой сакральной жертвой для глобальных капиталов. Это совершенно разные факторы влияния.